Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире землетрясения в провинции Ерзанка Западной Армении. В Ереване состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Ирана. Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию в Арцахе. Сегодня в Сирии проходят президентские выборы. Ярмарка «Плоды Арцаха» пройдет в Ереване. Красивейшие природные озера Западной Армении ждут посетителей. Восемь турецких солдат были убиты на севере Ирака. Интервью с Ашотом Арутюняном, директором Шушинского городского исторического музея. Согласно последним новостям, сегодня в Западной Армении в Ерзанке произошло землетрясение силы 4,2 балла. По предварительным данным в Ерзанке, а также в некоторых легионах Западной Армении повреждений и разрушений нет. Об эпицентре было сообщено в 00.37 по Гринвичу в Отлукбельском районе Ерзанке на глубине 5 километров с магнитудой 4,2 балла. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Араев Азян на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом в Ереване. Нет сомнения в том, что это посягательство на территориальную целостность Армении является прямым следствием неадекватной международной региональной реакции на действия Азербайджана против самоопределения народа Арцаха с 27 сентября прошлого года, а также угрозы региональному миру. Чувствуя безнаказанность, Азербайджан пытается создать новые геополитические реалии, не отвечающие интересам стран, заинтересованных в региональной стабильности. В этих условиях диалог с нашими региональными партнерами более чем возможен. Министр обороны России Сергей Шайгу обсудил ситуацию в Арцахе с министром обороны Армении Варшаком Арусуняном во вторник вечером. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в среду. В ходе беседы обсуждал ситуацию в регионе и в сферах реализации задач российских миротворческих войск в Арцахе. А также другие темы, представляющие взаимный интерес, сказали в Минобороны. Сегодня в Сирии проходят президентские выборы. Об этом сообщает ТЭРД.АМ, отметив, что фаворитом является действующий глава государства Башар Асад. На пресс-конференции в Дамаске министр внутренних дел Мохаммед Рахмон заявил, что на избирательные участки придут более 18 миллионов человек. По его словам, голосование пройдет на 12102 избирательных участках, которые откроются в 7 утра и закроются в 7 вечера. Рахмон ответил, что власти заранее приняли необходимые санитарно-профилактические меры с учетом угрозы заражения коронавирусом. Все сделано для удовольствия граждан. Они должны сохранять социальную дистанцию, использовать защитные маски, подчеркнул он. В президенты баллотируются три кандидата. Башар Асад, бывший депутат Абдулла Салум Абдулла и представители патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мура. В Сирии президент находится у власти 7 лет. Мэрия Еревана приглашает принять участие в выставочной ярмарке «Плоды Арцаха», осуществляемой в рамках сотрудничества Степанакерт Ереван. Которая состоится 30 мая с часу до 10 вечера в Хачкар-парк, площадь республики рядом с метро. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей мэрии Еревана. По словам источника на ярмарке будут представлены товары и услуги около 30 арцахских компаний. У посетителей будет возможность продегустировать, а также купить арцахскую еду и напитки. В отдельных павильонах будут представлены гостиничные услуги Арцаха, ковр от качества, текстильное производство и ремесла. Озера в провинциях Ахлад, Адильевас, Мужварто и в Багеше Западной Армении, которые ежегодно принимают множество иностранных гостей, готовы снова принимать своих посетителей. После снятия ограничений, наложенных из-за COVID-19. Озеро Назик в охвате, напоминающее музей под открытым небом с его историческими постройками. Айгер, а озера Арин-Джил у подножия горы Сипан и озера Хамурпет в провинции Варто привлекают людей своей уникальной природой, свежим воздухом и красотой. Эти тектонно-вулканические озера разного размера и глубины объявлены особо охраняемой территорией. Приобретают неповторимо красивый вид весной с темно-синей водой и цветущими яркими цветами. На этом мы не закончим перечисление красивых мест нашей родины – Западной Армении. Дорогие соотечественники, сейчас, особенно в летний сезон, самое подходящее время для посещения красивых мест нашей страны. Если есть время, обязательно рекомендуем увидеть эти озера. Бомбардировки турецкой армии продолжаются в Северном Ираке. 25 мая в 3 часа ночи военные самолеты подвергли бомбардировке территорию вокруг села Мисков под районник Анимас района Митина. Во время обстрела пострадали жители села, пострадали виноградники и деревенская церковь. В результате операции, проведенных в рамках революционного движения «Базен-Загрос», погибло 8 турецких солдат-оккупантов. В эфире телекомпании «Западная Армения» директор Шушинского городского исторического музея Ашот Арутюнян рассказал об экспонатах музея и их полезности. Познакомил нас со своими партнерскими организациями, известными организациями, руководители которых посетили музей, особо отметив преподавательский состав Гарвардского университета. Он сослался на разработанные им методики, используемые в музее. Вспомнил культурные мероприятия, благодаря которым жители Шуши стали более подробно знакомиться с городом-крепостью и по-настоящему полюбили его. Дарил Левас-Ансамбль хайрын «Айясина». Дарил Левас-Ансамбль Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Поab П VS «Западной Армения» Бъдея